Снег, похоже, окончательно сошел с городских улиц, и по ним уже начали колесить электросамокаты. О том, какие правила необходимо соблюдать для безопасного передвижения на этом транспорте, спросим у гостя студии. В программе «Утро вместе» Андрей Кривоносов, заместитель начальника отдела ДПС и ИАС Управления ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области, подполковник полиции. Доброе утро. Доброе утро. Ну, действительно, вопрос электросамокатов стоит как никогда остро. Уже можно видеть ребят, пролетающих мимо пешеходов, мимо даже машин по проезжим частям. Давайте разбираться, где можно ездить, где нельзя ездить. Какая ответственность есть у людей, которые передвигаются на электросамокатах? Вот, собственно, сейчас актуальные данные по правилам. Это транспортное средство или нетранспортное средство электросамокатов? В октябре месяце в постановлении правительства внесены изменения в правила дорожного движения, которые вступили в силу с 1 марта текущего года. И уже законодательно определили, что является средством индивидуальной мобильности. В соответствии с пунктом 1.2 правила дорожного движения, это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес, либо роликов, предназначенное... И в скобках к этому понятию имеются определенные термины, что законодатель отнес уже к средствам индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, моноколесо, сегвей. Понятие транспортного средства, оно закреплено у нас как в правилах дорожного движения, так и в кодексе об административных правонарушениях. И здесь не нужно путать данные два понятия. Что в правилах дорожного движения указывается, это транспортное средство, и водителю запрещается, к примеру, употреблять спиртные напитки при управлении транспортным средством. Это относится и к средствам индивидуальной мобильности. То есть автоматически это получилось. Определили, что это транспортное средство. Теперь все правила, которые относятся к транспортным средствам, относятся и к электросамокатам тоже. А в кодексе об административных правонарушениях, там понятие транспортного средства немножко другое. И ответственность по главе 12 наступает уже в отношении иных транспортных средств. Что касается средств индивидуальной мобильности, то там всего две статьи. Кодекса, который предусматривает административную ответственность. Множество изменений внесено в правила дорожного движения. В частности, средств индивидуальной мобильности нельзя развивать скорость свыше 25 км в час. Это у нас общая норма. При этом в жилых зонах есть специальная норма, где написано не более 20 км в час. А, кстати, где можно передвигаться-то на этих транспортных средствах? В итоге, да. По дороге или по дороге? Здесь у нас законодатель разграничивает для определенных граждан порядок перемещения на средств индивидуальной мобильности. Свыше 14 лет, от 7 до 14 и младше 7 лет. Так. Если возьмем свыше 14 лет, то возможность перемещения у нас только по велосипедным дорожкам, велопешеходным дорожкам и полосам для движения велосипедистов. В случае отсутствия таковых, возможно передвижение по тротуарам, при этом необходимо соблюдать ряд условий. Средство индивидуальной мобильности должно быть весом не более 35 кг. Не должны создаваться помехи для движения пешеходам. Если водитель средств индивидуальной мобильности видит, что он создает помехи, либо невозможно проехать, он должен снизить скорость вплоть до остановки и спешивания. То есть теперь вот на аллее у нас, прям перед телевидением, нельзя вот так вот на пешей аллее ездить на большой скорости на самокатах, которые здесь припаркованы стоят. Правильно? Необходимо в любом случае соблюдать правила и быть аккуратным с целью не допустить столкновения с пешеходом, с другим средством мобильности. Пешеход имеет преимущество, если они одновременно движутся по тротуару. Скажите, а кто же будет регулировать вот эти вот правила? Кто будет останавливать и штрафовать, грубо говоря? Сотрудники ДПС имеют право остановить нерадивого электросамокатчика. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и привлечение к административной ответственности в соответствии с статьей 23.3 имеют право сотрудники востоинспекции и участковые полномоченные полиции. Участковые? Участковые тоже имеют право вынести постановление по данному составу правонарушения. И там, и там. Надо аккуратненько. Кстати, какие штрафы, какие наказания предусмотрены, если человек нарушил и плохо себя ведет на дороге? В кодексе ответственность предусмотрена у нас двумя статьями КЛАПа. Это статья 12.29, часть 2. Предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения в виде штрафа в размере 800 рублей. Если это же деяние совершено в состоянии опьянения, то штраф от 1000 до 1500 рублей. Статья 12.30 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает у нас нарушение правил дорожного движения, создавшее помехи для движения других транспортных средств. Здесь ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей создать помехи не самокату, велосипеду такому же, а именно транспортному средству, которое подлежит регистрации. А автомобиль? Мопед, автомобиль и так далее. Если у нас произошло какое-то дорожно-транспортное происшествие и причинен вред здоровью, то ответственность предусмотрена по статье 12.30, часть 2 и предусматривает наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 рублей. Штрафы предусмотрены. В завершение еще такой вопрос. Если это очень мощное транспортное средство, какой-нибудь электросамокат с огроменной батареей, которая вообще 100 км в час может развивать скорость, для него какие-то отдельные будут или все то же самое? Если в технических характеристиках данного транспортного средства будет указано, что это электросамокат, его трудно будет отнести к мопеду. Хотя понятие мопед у нас предусматривает мощность двигателя от 250 ватт до 4 кВт. От 0,25 кВт до 4 кВт. То есть формально оно будет подпадать, иметь два колеса, иметь двигатель с мощностью, который принадлежит мопеду, но при этом в технических характеристиках это будет понятие электросамоката и в соответствии с правилами он будет относиться уже к электросамокату. Спасибо, что помогли нам разобраться с этим действительно насущным вопросом. Удачи вам и успехов! Напоминаем о безопасном использовании электросамокатов на улицах города, нам рассказывал Андрей Кривоносов, заместитель начальника отдела ДПС и ИАС, управление ГИБДД ГУМВД России по Воронежской области, подполковник полиции. Наше утро вместе продолжается, оставайтесь с нами.